Привет! Меня зовут Мария, и я основатель школы Learn and Teach by Heart или LTH School, где я учу английскому взрослых и детей в паре со взрослыми. Сегодня мы поговорим о плюсах и минусах занятий с носителями. Начнем с плюсов. Общение в среде. Немножко, конечно, искусственный вариант, но все же. Так как носитель обычно не владеет языком учащегося, то ученику приходится попасть в ситуацию, когда хочешь не хочешь, а объяснить надо. По опыту скажу, что это очень мотивирует. Еще бы, конечно, лучше бы мотивировало, если бы он был бы один в стране, и вокруг вообще никого не было, а жить как-то нужно, но это тоже подойдет. Раз вариантов нет, то мозг начинает искать способы выразить мысль, и это очень развивает. Плюс, что ты очень быстро нахватываешься от носителя фраз и словечек, которые помогают быть крутым. Будет у меня видео про слова hilarious и retarded. Здесь они особо не популярны, а там используются вместо very funny и stupid соответственно. То есть речь будет не по учебнику, будет достаточно свободная и человеческая, что приятно. Второй плюс. Большое количество разговоров привучит легко понимать речь на слух, особенно беглую. Вы же не думаете, что в жизни кто-то так разговаривает, как на постановочных аудио в учебниках? Нет, конечно. Есть, да, достаточно медленные, но в основном тараторят они точно так же, как и мы. Третий плюс. Будете получать достоверную информацию о культуре страны, с которой прибыл носитель. Это увлекательно. Ко мне еще в школе приезжали домой британцы, учителя по обмену, ели борщ, рассказывали об Англии, чуть не умерли, съев полголовки чеснока. В общем, было весело. По той же причине люди из Америки берут в семьи детей по обмену. Им интересно понять культуру других стран, как воспитаны, что интересуют, что радуют, что обижают. Понимая одного, тебе будет легче выстроить контакт с другими. Вот так называемый small talk. Отличительная карточка всех англоговорящих людей, которые у нас совсем не принято. Мы избегаем этих small talk и ужасно теряемся, когда нас в них тягивает. Например, классический пример. Тебе говорят, I'm glad to see you. Я рад тебя видеть. И вот все на это отвечают, me too. Они думают, что они отвечают, я тоже рад тебя видеть. Но по факту англоязычные люди слышат вот такой контекст. I'm glad to see me too. То есть, я рад сам себя видеть. Было бы иронии, но думаю, до уровня шуток доходят немногие. Интернет до сих пор дает противоречивые данные по этому поводу. Потому что отвечают обычные люди, которые что-то где-то слышат. Я имею в виду форумы, там, Quora и все остальное. Мне это объяснялось остраще в самом-самом начале, когда я была в Америке. Я очень терялась и вообще отвечала не в попад. Она мне сказала, нужно отвечать, I'm glad to see you too. Или you as well. Или the pleasure is mine. Вот это ответ. А вот это все, что я говорила, это относится просто к носителям языка. Если вы думаете, что на курсах будут учителя, то вы ошибаетесь. Большая часть это путешественники. Они ездят по миру. И для того, чтобы чем-то себя занять и знакомиться с людьми, они устраиваются в такие школы, в основном на полгода-год, и потом едут дальше. Я была знакома с многими из таких. Оказалось, что там только один носитель-учитель, а остальные нет. Если носитель-учитель, это дает множество плюсов. Они знакомы с различными методиками, подходами, могут определять, что у тебя получается лучше, хуже. Как именно ты воспринимаешь информацию, следовательно, в каком виде ее лучше давать. Они способны давать тебе грамматику с учетом уже тебя. Если носитель-это приобретенный статус, это еще лучше. Обладая всеми вышеперечисленными плюсами, он еще и понимает, как ты мыслишь. То есть знает, где будут ошибки, так как они у всех стандартные. А ему пришлось пройти долгий путь. То есть он все это разбирал, все эти моменты, которые обычный носитель принимает как данность, над которыми он даже не задумывался никогда, так с детства говорит. Учитель со статусом носителя знает бытовую речь, знает, что понадобится, знает, какие слова есть смысл учить на разных уровнях. Как подготовиться быстро к чему-то особенному. Ведь он там уже был. У него есть возможность объяснять тебе на русском быстро то, что ты не можешь никак понять. Я уже говорила, что я за использование русского на ранних стадиях, но и на высоком уровне это приемлемо, если необходимо. У обычного носителя такой возможности нет. Перейдем к минусам. Некоторые моменты, конечно, вытекают из плюсов. Высокая интенсивность занятий. Одним это хорошо, но тем, кто еще в молчаливом периоде, будет некомфортно и тяжело. Также это большой стресс для неподготовленного человека. Тебе тяжело, ты не знаешь, что сказать, ты нервничаешь, тебе тяжело найти общий язык. У тебя может быть этот культурный барьер. Некоторые вопросы могут ставить носителя в тупик, так как он никогда не задумывался о происхождении некоторых конструкций фраз. Он их использует, не задумываясь, всю жизнь. И тут ученик спрашивает, почему. Ответом будет или придумывать, если новичок, или ответит на него позже, когда сам разберется. Грамматику объяснять носителям сложнее, так как они не могут приводить аналоги и примеры. И искренне не понимают, почему мы вечно пропускаем глаголы или ставим их наоборот все вместе в предложение. Это две ошибки. Плюс, да, окончание «с» после хищи и «ид». Вот это вот прям бичи русскоговорящих людей. А для них это звучит странно. Они хожу в школу, я есть... Ну, в общем, это очень странно для них звучит, они не понимают. А ты... Еще ты обязательно снимешь акцент от носителя. Люди бессознательно снимают акцент, мимику от людей, с которыми проводят много времени. Проблема в том, что если это не учитель, то у него может быть любой диалект, любой сленг. Плюс разговорная речь далеко не так грамматически правильно строится, как хотелось бы. Поэтому изучение английского только по фильмам и сериалам не целесообразно. На курсах я показываю разницу между письменной речью и устной. Также те вещи, которые ему будут казаться непонятными, он будет пытаться объяснить рано, вот слишком рано. Потому что он не знает, что у нас построенная языка кардинально отличается, и нам вот это все не так уж легко понять. И самый, конечно, большой минус – это цена. Занятия с носителем строят значительно дороже, чем просто с репетитором. Даже с обычным носителем, без педагогического образования. А если брать репетитора, носителя и учителя, то цена увеличивается прямо на порядок. Стоит ли оно того? Мой совет – да, стоит. На высоких уровнях. На начальных уровнях это совсем не главное. Тут я бы советовала все же носителя с русским бэкграундом или даже просто русского репетитора. Искать их по рекомендациям или дипломам. Вот уже с уровня intermediate or up intermediate это будет гораздо полезнее. Надеюсь, эта информация помогла. Ведь это очень актуальный вопрос для тех, кто решает, куда идти, к кому обращаться. На своих курсах я приглашаю носителей разных стран для озвучки аудирования и чтения. Выбираю тех, чей акцент будет и понятен для конкретного уровня, и разнообразным в течение курса, чтобы научить учеников распознавать речь разных людей на слух. Больше можешь узнать на сайте по ссылке ниже. Также там есть бесплатный урок, где ты можешь посмотреть озвучку мою, озвучку ирландца, который приглашен был на первый блок этого курса. Жду тебя на своих уроках. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok